Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как вы хотите свой жизненный путь, перестать себя обесценивать и повыситься на оценку. Мне 33 года, часто в моей жизни присутствуют указанные вопросы и проблемы. Подскажите реально действующую методику в данном случае, которую можно сделать самостоятельно, лучше из когнитивно-поведенческой терапии. Благодарю. Ну, если вы знаете значение слова когнитивно-поведенческая терапия, то, наверное, вы понимаете, что терапия предполагает взаимодействие клиента и психолога. Не работает терапия самостоятельно. Это первое. Второе, реально действующие методики в данном случае, как бы необходимо такие подобрать, которые подходят вам, а это совершенно необязательно. Когнитивно-поведенческая терапия. Так что, чтобы подобрать действующие методики, нужно сначала пообщаться с вами и посмотреть. Далее. Методики предполагают определенный автоматизм. То есть, методики предполагают наличие каких-то действий, которые вы будете совершать и которые приведут вас к тем ответам на вопросы, которые вы пишете. Но, пожалуй, это так не работает, потому что определенная механистичность не позволит решить эти вопросы в корне. Дело в том, что обесценивание себя предполагает наличие некоторых обесценивающих тенденций, направленных во внешний мир, но блокирующих, блокируемых вами для того, чтобы, во-первых, быть в безопасности, а во-вторых, чтобы, ну, по-видимому, получить какую-то выгоду. Какую выгоду? Тут сказать однозначно сложно, это может быть и надежда на то, что вас люди не бросят, это может быть надежда, ну, это может быть ощущение, что таким образом вы возвращаетесь над другими за счет обесценивания себя. То есть, тут определенные выгоды есть. И пока эти выгоды существуют, пока эти выгоды в наличии, они, эти выгоды будут вас удерживать от того, чтобы что-то менять. Вы не сможете двигаться дальше. Вот. Поэтому обесценивание себя это, в общем-то, определенная функция, которая работает просто, ну, скажем так, несколько криво. Вот. Дальше. Я бы не сказал, что полезным было бы просто взять и перестать себя обесценивать. Вообще, не полезно брать и что-то переставать. Если человек хочет что-либо перестать, это предполагает, что он у себя хочет что-то забрать. Встрече, чем что-то забрать, нужно себе что-то дать. Иначе никакой мотивации забирать не будет. Поэтому я думаю, что сначала, прежде чем переставать себя обесценивать, нужно поискать возможность как-то по-другому реализовать эту тенденцию. Вы говорите про повышение самооценки, но я думаю, что самооценка в принципе, в принципе, довольно-таки преувеличена. Значимость, значение самооценки, на мой взгляд, преувеличена. Потому что, как вытекает из словосочетания самооценка. Это предполагает то, что вы будете себя оценивать. И оценивать вы себя будете, судя по тому, что мы можем видеть, ну, либо хорошо, да, либо не очень. Но в любом случае, это оценка. И по моему мнению, оценка себя, попытка себя оценить, ага, ни к чему хорошему привести не может. Я бы поэтому предложил бы отказываться от, в принципе, категории самооценки. И больше переходить в сторону того, вот, чего мне хочется, да, то есть я бы больше предположил бы приходить в такую вот безоценочную, если угодно, плоскость, вот, для обретения большего комфорта. Да, конечно, вы не будете, может быть, уязвимы, как вы сейчас, на мой взгляд, пытаетесь быть, то есть вы сейчас пытаетесь обрести некую неуязвимость, а вот вы сейчас пытаетесь получить некоторую такую защиту, вот, от каких-то моментов, вот. Но я думаю, что если вы не хотите какого-то, что называется, закостенения, да, закостеневать, закостеневание своего, вот, то я бы в этом направлении так же бы не двигался, я бы все-таки двигался в сторону того, чтобы сохранять некую эзвиму, сохранять некую такую чувствительность, наоборот, повышать и развивать ее. Вот, да, возможно, и, скорее всего, определенная болезненность у вас будет, вот, но эта определенная болезненность, она, в общем-то, перестанет быть такой подавляющей, вот, вы научитесь быстрее вставать после боли, то есть проживать ее, и, соответственно, она будет меньше на вас влиять, вот, это вот то направление, которое мне видится более эффективным здесь. Вот, что касается своего жизненного пути, то здесь тоже максимально определенным. Задается вами вопрос, потому что, ну, что такое жизненный путь? С точки зрения жизненного пути, вы уже, как бы, на нем. То есть, то, что вы живете, то, что вы, вот, что-то делаете, то, что вы где-то находитесь, это уже отношает, что вы на жизненном пути. Другое дело, что он вам чем-то не нравится. Другое дело, что вы хотите, ну, изменений, то есть, вы хотите что-то менять в своей жизни. И это, наверное, не проживенный путь в целом, это слишком глобальный, слишком общество. Я бы, наверное, несколько конкретизировал бы, в данном случае, ваш запрос, и я обратил бы внимание, что конкретно вас не устраивает, чем, и смотреть уже, как можно это поменять. Вот. А в целом, выглядит так, как будто бы вы не удовлетворены своей жизни, вот, но хотите, оставаясь в рамках, вот, своих концепций, да, привычных концепций, ходить, что-то менять. Даже выбрали, значит, подход когнитивно-поведенческий, почему и с чем это связано, не совсем все понятно. Вот. То есть, ну, наверное, для того, чтобы что-то менять, нужно выходить из зоны комфорта, а для этого, чтобы выходить из зоны комфорта, да, опять же, я здесь эту фразу употребляю, ну, не в том смысле, что вам нужно, прямо, вот, идти, да, на то, что вам, вот, неприятно, на то, что вам неудобно и так далее, нет. А я больше, наверное, про то, что, ну, вот, хотя бы, хотя бы посредством работы с представлениями своими, да, как-то вот рассмотреть возможность альтернативы привычному восприятию, которое у вас сейчас есть. Я думаю, что это уже будет большим шагом вперед. Вот. Как-то так. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok